Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Рекламно-информационная программа. Гость в студии. Мы приветствуем всех наших радиослушателей, потому что сегодня на радио Комсомольская правда мы будем говорить на очень интересную тему, тему для молодых родителей, о том, как же отдавать ребенка в детский сад, как к этому готовиться. Меня зовут Людмила Варакина, а поможет в этой интересной теме мне организатор дополнительного образования, частного учреждения дошкольного образования детский сад номер 517 города Екатеринбурга и нейропсихолог Юлия Климова. Юлия, здрасте. Добрый день. Давайте начнем с того, что вообще расскажем по поводу необходимости детского сада, потому что я знаю, что есть родители, которые говорят, да не нужен мне этот детский сад, вот мама дома сидит, занимается, мы ходим на какие-то там подготовительные курсы, нам этого достаточно. Так вот, зачем отдавать вообще ребенка в детский сад? Есть, конечно, да, такие семьи, которые не нуждаются в услугах детского сада, но подавляющее большинство все-таки родителей ребят в детский садик отводят в разном возрасте, и для чего отводят? Ну, с одной стороны, объективная необходимость в детском саду есть, конечно, у родителей, когда маме нужно выходить на работу, или один родитель, да, и нужно выходить на работу пораньше, бабушке, дедушке далеко, и вот не получается по-другому. И, с другой стороны, есть еще потребность в том, чтобы ребенок как-то в коллективе рос, развивался, получал занятия интересные, социализация была, да, да. И это тоже, в общем, такая значительная причина для того, чтобы ребенок тоже ходил в детский сад. И третья причина, конечно, есть, она, может быть, не у всех проявляется ярко, и для детей раннего возраста менее характерна, да, чем для ребят постарше, но детям нравится часто ходить в детский сад все-таки. И дети получают просто удовольствие от того, что они общаются со сверстниками, могут играть в те игры, в которые дома играть невозможно, с родителями, с бабушками, с дедушками. И ребенок получает очень важный опыт еще игрового взаимодействия, общения со своими ровесниками. Вы знаете, есть родители, которые боятся отдавать своего ребенка, родного кровинушку, они все время плачут, они говорят, ну, как вот я буду расставаться, да и ребенок тоже привык к маме, к папе привычная обстановка. Как ему можно адаптироваться в новых условиях? Можно ли заранее как-то готовить ребенка к тому, что, ну, вот, допустим, там через месяц или через неделю ты пойдешь в садик к деткам? Может быть, есть вообще смысл прийти в этот детский сад и показать, познакомить ребенка? Это, на самом деле, очень важная такая тема, очень важный момент, когда мы готовим ребенка и семью в целом, потому что это все затрагивает не только одного малыша, да, но и всю семью заранее. И очень здорово, что мы с вами как раз встречаемся сейчас, когда родители уже понимают, будут они отводить своего ребенка осенью в детский сад, либо летом, либо принимают это решение сейчас. И есть время подготовиться к тому, чтобы детский сад стал, ну, каким-то приятным и замечательным событием для семьи, а не ужасным, полным боли, страха и тревоги. И, конечно, к детскому саду очень важно подготовиться, подготовиться заранее. Очень важно, чтобы родители сами, это, наверное, самый такой важный момент, я могу сказать, как специалист, который адаптировал детей, ну, разных совершенно, и много лет к детскому саду. Когда я работала как психолог в детском саду, очень важно для ребенка, чтобы родители сами были положительно настроены к детскому саду, чтобы родители сами были, насколько это возможно, спокойны. Тогда их уверенность в спокойствии будут, конечно, ребенку передаваться. Поэтому сейчас уже, как человек, который проработал в дошкольном образовании много лет, и как мама, и как специалист, я могу сказать, что очень важно выбрать детский сад, которому родители будут доверять. Это, наверное, один из ключевых моментов. Это выбор детского сада. Если такая возможность есть, то, конечно, стоит ее использовать. Если мама спокойна, папа спокоен, все взрослые в семье спокойны, что они отдают ребенка в какое-то хорошее место. И для этого можно прийти в детский сад, познакомиться заранее. К нам в детский сад приходят родители порой за несколько месяцев до того, а то и за год, до того, как они планируют ребенка отдать. Посмотреть отзывы, позадавать вопросы. Максимально подробно, как правило, стараемся отвечать на эти вопросы, чтобы родители, которые приходят с тревогой, с переживаниями, конечно, они… Мы деньги, когда в банк вкладываем, мы узнаем, в какой лучше банк эти деньги положить. А когда мы своего ребенка отдаем в детский сад, ребенок там проводит достаточно большое время, то, конечно, родители задают очень много вопросов, как проходят все процессы и бытовые, и образовательные. Это все очень важно. И очень важно, чтобы ценности детского сада с ценностями семьи тоже совпадали. Если для родителей важно, чтобы дети гуляли, вот как это нужно, имеет ценность занятия какие-то, основные дополнительные, то родители будут подбирать детский сад уже с учетом этих своих потребностей, и выберут тот детский сад, который будет для них комфортен, для их ребенка максимально комфортен. Знаете, вот вопрос от слушателей пришел на WhatsApp, плюс семь девять пять три три восемь пять ноль девять двадцать три. Кстати, вы тоже можете писать нам, либо звонить на телефон 385 ноль девять двадцать три. Итак, вопрос по поводу безопасности ребенка в детском саду. В Екатеринбурге все время сообщают, что ребенок то травмировался, то его забыли на улице. Так вот, действительно, в связи с этим возникает вопрос по поводу безопасности, как ребенку выбрать детский сад, чтобы он мог спокоен, что там точно с ним ничего не случится. Вот, к сожалению, я, наверное, какую-то такую вещь скажу, которая, может быть, не сильно успокоит, но жизнь гарантии предоставляет нам в целом редко. И, к сожалению, и в детских садах, и в школах, и в разных других учреждениях, и в семье может что-то с ребенком произойти, как бы вот это ужасно не звучало. Но на самом деле, если родители выбирают детский сад, в котором проходят проверки, которые должны быть, детский сад, который имеет лицензию, родители приходят в детский сад, знакомятся, смотрят, вот, в принципе, как этот процесс организован, вопросы могут позадавать, пройтись там по территории. А может быть, даже еще и с другими родителями пообщаться? Да, отзывы смотрят родители часто, кто-то общается с родителями. К нам приходят ребята очень часто по рекомендации, тех, кто к нам уже в детский сад ходил, например. То есть, конечно, родители, они не в вакууме существуют, они могут как-то очно или заочно познакомиться с тем детским садом, в который они планируют своего ребенка отдать. И, естественно, вот эта тревога родителя, которые переживают за то, чтобы с их ребенком все было благополучно. Я думаю, что каждый сотрудник каждого детского сада, наверное, старается сделать все, чтобы таких случаев было как можно меньше. Да, это хорошо. И в это верю. А давайте все-таки вернемся к адаптации ребенка, потому что это действительно важная история. Вот выбрали детский сад, уверены, что все хорошо, все замечательно. А как же теперь приучить-то своего ребенка к режиму дня перед тем, как отдать в детский сад? Потому что дома все равно более расслабленная обстановка, по-другому они спать ложатся, кушают, гуляют. Вы очень правильно сказали, Людмила, о том, что очень важно ребенка к режиму детского сада приучить. Почему? Потому что если у ребенка нет какого-то режима, приближенного к детскому саду, или он в принципе отсутствует, слишком гибкий, то ребенку будет сложнее привыкнуть к новым условиям. Почему мы говорим про адаптацию к детскому саду? Ребенок все свои силы, все свои мощности, он будет расходовать на то, чтобы привыкнуть к новым условиям. Новые люди, новая мебель, новые игрушки, новые занятия, возможно, новая еда, и ко всему этому организму нужно привыкнуть. И это, конечно, требует от ребенка невидимых нам часто, но значительных усилий. И чем менее необычными будут условия для ребенка в детском саду, тем легче ребенку будет привыкнуть, тем меньше сил он потратит на эту адаптацию. Это я как нейропсихолог могу сказать, это на самом деле очень важная вещь. Если ребенок достаточное время спит, вовремя ложится, вовремя просыпается. Если родители знают, что в детский сад они будут просыпаться, например, в 7 часов утра, то уже заранее сейчас, летом, можно ребеночка будить в 7 часов утра, может быть, не сразу, если он в 10 просыпался постепенно, но к этому времени, допустим, к августу, к июлю прийти, ребенок будет в 7 часов утра просыпаться. Он будет ложиться спать в то время, как в детском саду дети ложатся спать. В это же время обедать, полничать и так далее. Вовремя вечером ложиться спать для того, чтобы выспаться. Ребенку будет однозначно значительно легче к детскому садику привыкнуть. У него силы не будут тратиться на то, чтобы перестроить все свои системы, все, что внутри происходит, к этому новому режиму. Плюс питание. Если ребенок дома, ну я немножко сейчас утрирую, может быть, но ест только сосиски, макароны, приходит в детский сад, а там каши, запеканки. Для ребенка это непонятная новая пища. Но если вот так вот не утрировать сильно, то, конечно, мы понимаем, что лучше ребенка тоже с блюдами, которые, как правило, в детском саду готовятся, лучше познакомить. Тем более, ну это часто такое правильное, полезное для ребят питание. Для ребенка тогда и каша, не будет сюрпризом и суп. Это радио «Комсомойская правда», Екатеринбург. Меня зовут Людмила Варакина. И сегодня мы говорим о том, как подготовить ребенка к детскому саду. Сейчас у нас будет небольшой перерыв. Через две минуты мы вернемся в студию и продолжим общаться с Юлией Климовой, организатором дополнительного образования частного учреждения дошкольного образования детский сад номер 517, нейропсихологам. Задавайте ваши вопросы к нам на WhatsApp плюс семь девять пять три три восемь пять ноль девять двадцать три. А также вы можете в прямом эфире задать их Юле, позвонить или, может быть, поделиться своим мнением. Уважаемые мамы, папы, бабушки, дедушки, ждем, ждем информацию от вас, потому что, мне кажется, совет от родителя тоже, наверное, был бы интересен. Так вот, телефон прямого эфира три восемь пять ноль девять два три, код города триста сорок три. В общем, не стесняйтесь, звоните, вопросы, советы, рекомендации, все это мы от вас принимаем и все это мы от вас ждем. Напомню, тема программы, которая прямо сейчас на радио «Комсомольская правда» звучит в прямом эфире. Это подготовка и адаптация ребенка к детскому саду. И, кстати, на видео, на YouTube-канале нас тоже можно увидеть, тоже прямо сейчас. Заходите, смотрите. Ну и пишите ваши вопросы тоже и комментарии там. Реклама на радио «Комсомольская правда». ГОСТЬ В СТУДИИ У микрофона Людмила Варакина и сегодня мы беседуем с Юлией Климовой. Это организатор дополнительного образования частного детского сада номер пятьсот семнадцать город Екатеринбург, нейропсихолог. Говорим о том, как подготовить и адаптировать детей к детскому саду. Напомню, телефон прямого эфира 3850923, код города 343, а также WhatsApp плюс 79533850923. И сообщение на WhatsApp пришло по поводу возраста ребенка. Во сколько лет лучше отдать ребенка в садик? Есть ли смысл отдавать ребенка только перед первым классом? Вопрос, который перед многими родителями стоит. во сколько ребенка отдавать в детский сад? И тоже, возможно, кого-то разочарую. Не существует правильного ответа на этот вопрос. Всегда мы идем от потребности семьи. Если семье нужен детский сад тогда, когда ребенку полтора года, то ребенку отдает детский сад в полтора года, потому что, опять же, объективные какие-то причины могут быть. Может быть, ребенок очень общительный, мама уже видит, что ребенок тянется к другим детям, ему интересно. Может быть, маме нужно на работу, и тогда объективно нужен детский сад, потому что ребенка, конечно, одного маленького дома не оставишь. Есть семьи, которые принимают решения, у которых есть возможность с ребенком посидеть подольше, и ребенка отводят в детский сад ближе к трем годам. Кто-то действительно только перед школой ребенка в детский сад отправляет. Здесь всегда очень важна какая-то осознанность, наверное, внутри родителей, для чего я отдаю ребенка в детский сад. Если я понимаю, что я могу обеспечить ребенку своему в домашних условиях разнообразную игровую деятельность, различные виды деятельности, общение со сверстниками, потому что через игру, через взаимодействие со сверстниками у старших дошкольников развиваются все высшие психические функции, память, внимание, мышление, то, что к школе потребуется, безусловно. Вот если я могу это обеспечить своему ребенку без детского сада, почему бы и нет? Но не всегда это возможно, бывает, и тогда детский сад будет удобнее. И тогда ребенка можно отдать пораньше в детский сад. Детки очень по-разному привыкают в разном возрасте к детскому саду. Вот мы с вами об этом говорили как раз, что и малыши могут к детскому саду достаточно хорошо привыкать. Вот у нас есть группа в детском саду, там самые наши крошечки, там ребятки с года и двух с полутора, самые-самые малышки наши. И у нас там замечательный педагог, который вот просто прекрасно адаптирует малышей, и ребята довольно быстро перестают плакать и улыбаются и все прочее. Вот. А есть ребята, которые приходят в пять, в четыре года, в шесть, но вот они там по какой-то причине могут утром тоже плакать. Такое тоже может быть. Здесь важно родителям, наверное, реалистично как-то смотреть на своего ребёнка и понимать, что если ребёнок мало общается с другими детьми, в основном время проводит с родителями или только с мамой, например, что ребёнок тревоженкий, мама переживательная тоже, тревожная, то такому ребёнку, скорее всего, будет сложнее привыкать к новому коллективу, к новым условиям. И процесс адаптации может занять объективно более продолжительное время. Если ребёнок активно идёт на взаимодействие, общается с другими детьми, со взрослыми, не боится взрослых, есть дети, которые просто боятся посторонних взрослых, потому что они вот всё время с мамой, например, только. Вот для них остальные взрослые это что-то такое непонятное. Вот если ребёнок активный, с режимом дня всё хорошо, много гуляет, общается уже до детского сада, то мы предполагаем, что в детском саду этому ребёнку полегче будет адаптироваться. Плюс ещё один момент существует, который влияет на адаптацию. Это то, насколько ребёнок приучен своими взрослыми к соблюдению каких-то правил. Потому что те ребята, которые понимают, что что-то можно, что-то нельзя, что-то нужно делать, а что-то сейчас не нужно делать, им тоже немножко полегче, даже не немножко к детскому саду привыкнуть, потому что детский сад всё-таки общественная уже организация, есть определённые правила. Дети должны понимать, что они, например, без воспитателя не уходят никуда из группы, нельзя убегать с площадки куда-то и так далее. Что сейчас мы все игрушечки собираем, сейчас мы все идём ручки мыть. Вот если ребёнок, в принципе, правила слышит, готов их выполнять, ему, конечно, тоже будет полегче к детскому саду адаптироваться, чем если наоборот ситуация. А давайте мы сейчас с вами дадим совет и рекомендации родителям по поводу того, как правильно прощаться с ребёнком по утрам. Да, тоже важный момент. Да, и хотелось бы ещё узнать, кто вообще должен приводить, забирать ребёнка, мама или папа? Насколько это важно или вообще не имеет значения? Ну и вот насчёт того, чтобы прощаться с ребёнком правильно, потому что я знаю, что родители, ну вот они прямо переживают, нервничают, да и ребёнок в истерике устраивает. Чего же говорить-то, случается такое? Ну здесь работает золотое правило, долгие проводы, лишние слёзы, конечно. Я всегда против того, чтобы родители убегали незаметно. Вроде бы есть в этом какой-то такой соблазн, избежать этого всего. Раз ребёнок отвернулся, мама с папой убежали, улизнули. Но на самом деле это не решение проблемы. Это один-два раза, может, сработает, а, скорее всего, только один. Дальше ребёнок просто ещё больше будет бояться и маму с папой отпустить. Поэтому здесь второе правило после того, о котором я уже сказала, это не уходить, не попрощавшись. Конечно, нужно обязательно с ребёнком попрощаться, в макушку поцеловать, обнять, вот всё, что там, ритуал какой существует, и быстренько уйти. Не нужно потом выглядывать, вот долго в окошке махать, потому что это тоже ситуация непростая. Детёныш успокоился только и видит маму плачущего окна или папу, который там тоже переживает, бабушки, дедушки. И у ребёнка, конечно, снова будет вот всё это. Слёзы там, крики и так далее. Как правило, опыт показывает, что ребята, кто успокаиваются, отвлекаются, они дальше... Ну, для того есть взрослые в детском саду, да, чтобы ребёнка отвлечь, успокоить, приголубить, если нужно, завлечь игрушкой и так далее. Для того, чтобы легче было ребёночка также отвлечь, воспитатели анкеты собирают, что ребёнок любит, чем интересуется, чтобы там кому надо мишку предложить, кому нужно машинку. И когда родители уходят, ребёнка отдают воспитателю, тоже важный такой момент. Не воспитатель должен из маминых объятий ребёнка вырывать, а родитель попрощался и ребёнка сам отвёл, потому что никогда не будет хорошим воспитатель, ну, мы говорим про воспитателя, не будет хорошим тот человек, который от мамы любимой меня оторвал в буквальном смысле, да, и куда-то потащил. Такого быть, ну, я считаю, это не самая такая правильная ситуация. Лучше ребёночка поцеловать, до группы довести и поспешить по своим делам. Если мама с папой очень переживают, как они будут, вот, ну, все мы люди, да, всех разной степень тревожности, то запланировать какое-то дело на всякий случай поблизости, недалеко, чтобы в случае чего, если позовут прийти за ребёнком. Но если мама будет знать, что она точно на это время записана к стоматологу, ей будет психологически легче отвезти ребёнка в детский сад, чем если она чувствует какую-то там вину, может быть, ещё что-то, если она идёт там просто дома сидеть, да, вот, не знаю, просто сидеть, ничего не делать, мама может из-за этого переживать. Вот, если есть какие-то дела, планы объективные, то маме может быть легче переключиться с ребёнка на какую-то внешнюю тоже жизнь. Я бы хотела про конфликты поговорить, потому что они неизбежны в любом коллективе, тем более, когда вот новенький появляется в уже сложившемся какой-то группе, да, как вот эти конфликты, может быть, предотвратить, как подготовить ребёнка к тому, что, ну, вот, может произойти так, что у тебя кто-то машинку отберёт, или там... Особенно если это маленький. Да, или ты там захочешь у кого-то что-то забрать, и оказывается это нельзя делать. Ну, в общем, в любом случае, как подготовиться к этому, и как вот эти конфликтные ситуации, если они возникают. Я понимаю, что у нас все воспитатели подготовлены, всё умеют и знают, а вот родителю-то как реагировать, чтобы вот действительно, а, мой Ванечка, моя Сонечка самая лучшая, а вы тут, понимаешь ли, обидели моего ребёнка. Ну, это изначально проигрышная, наверное, позиция, потому что, конечно, для каждого родителя его ребёнок самым лучшим будет, самым любимым и так далее. Но и конфликты тоже неизбежны между детьми. Вот здесь очень важно, чтобы эти конфликты, которые между детьми, они не превращались в конфликты между взрослыми. Вот это, наверное, такой самый ключевый момент. Не забывать, что мы взрослые люди, а это дети. И наша задача детям помочь с этим справиться, а не увеличить этот конфликт до какого-то уже такого пожара. Поэтому, конечно, мы детей учим не брать без спроса, если кто-то другой держит игрушку. Но дети, они могут просто ещё не уметь разговаривать. Вот к нам опять же приходят малышки, они ещё не разговаривают многие. Они увидели собачку, которая их привлекла, или машинку, или куклу, они подходят и пытаются взять, что они ещё могут здесь делать. Они не могут сказать, дай, пожалуйста. Но воспитатели потихонечку учат как-то знаками, или попросить, подожди немножко, сейчас поиграет. И вот дети постепенно, постепенно к этому, конечно, приучаются. Бывают агрессивные какие-то вспышки у ребят, когда кто-то кого-то толкнул, или ещё что-то. Но очень важно, чтобы взрослые, с одной стороны, с пониманием к этому относились, потому что это действительно дети, и они ещё не умеют своими эмоциями владеть, так как это дело, не все взрослые умеют, от детей этого ждать, в общем, тоже наивно. Но учить детей этому нужно, безусловно. И в то же время, если так случается, что в группе появляется ребёнок, который чаще прочих, кого-то бьёт, обижает, толкает, ещё что-то, то, конечно, важно, чтобы родители этого ребёнка тоже какие-то шаги предпринимали с тем, чтобы эту ситуацию решить. Надо разбираться, почему так происходит, и тоже какие-то шаги предпринимать. Как правило, вот как опыт показывает, когда в группе и родителям, и педагогам не всё равно, они находят общий язык, договариваются, как эту ситуацию решить. Как правило, эти ситуации, они со временем, безусловно, решаются. Если это переходит в конфликт уже между взрослыми, то с такими ситуациями сложнее быть. Важно до этого не доводить, я считаю. Это «Радио Комсомойская правда». У нас в студии сегодня выступала Юлия Климина, нейропсихолог, педагог, организатор детского учебного заведения частного детского сада номер 517, Юлия Климова на «Радио Комсомойская правда». Я, Людмила Варакина, прощаюсь с вами. Всего самого доброго. «Радио Комсомойская правда». «Радио Комсомойская правда». И тебе рекомендую.